Сегодня мы продолжим тему, начатую нами на прошлой неделе о чуде насыщения пяти тысячи. В связи с этим чудом насыщения Христос пять раз дает определенные повеления своим ученикам. В них мы обнаружим пять ступеней или же стадии развития духовной жизни верующего человека. С этими пятью изречениями нашего Господа мы и будем руководиться в нашей беседе. Они суть следующие. Первое. Пойдите вы одни в пустынное место. Второе. Вы дайте им есть. Третье. Пойдите посмотрите. Четвертое. Принесите их мне сюда. И, наконец, последнее. Велите им возлечь. Пойдите вы одни в пустынное место. Это было первое слово, сказанное Господом, ученикам своим, после того, как они вернулись из первой миссионерской поездки. Их служение было большим успехом, так что потрясена была вся окраинность. И как раз, когда казалось, что нужно продолжить это служение, Господь им говорит, пойдите вы одни в пустынное место. В этом повелении открывается весьма важная истина, важный принцип, применяемый Богом в его обращении с чадом своим. Оно учит нас, что перемены необходимы для нашего духовного развития. Бог меняет наши обстоятельства, часто нам не по душе, перебрасывает нас в новые окружения, зная, что такие перемены полезны и необходимы для нашего духовного роста и развития. Этот божественный метод мы обнаружим в жизни всех детей Божьих. Чтобы Иосифу стать эффективным орудием в руках Господа, спасителем братьев и народа своего, он должен сперва быть отвергнут своими же братьями, продан ими же в рабство египетское, затем быть поставлен на высокое положение и опять быть брошенным в тюрьму под ложным обвинением жены Патифара. Наконец, после долгих испытаний и переживаний, Иосиф назначен фараоном на самую высшую должность в стране Египта. Проследите назад на этот тяжелый и тернистый путь, по которому вел его Господь, выливая его из одного сосуда в другой, и вы обнаружите осадки ветхого человека Иосифа. Именно этим путем Господь готовил своего избранного сосуда, чтобы он мог его употребить для своей слабы. Если Иосиф остался бы при своем отце в приюте родительского дома, то вряд ли имя Иосифа сегодня было бы даже известно. Думаете ли вы, что по ошибке Иаков попал в исправительный лагерь своего дяди? Совершенно нет. Думает, что он пробудет лишь пару дней у Лавана, и Иакову суждено было остаться у него двадцать лет. Имя Иаков, означающий узурпатор, выживатель, было природно его характеру. Все же он был избранным сосудом, и перед тем, как Господь мог его употребить и сделать его благословением другим, Иаков должен стать Израилем, что значит иметь силу с Богом и людьми. Чтобы совершить это, переломить ветхого Иакова и создать нового Израиля, Бог должен, во-первых, оторвать его от родного гнезда и переселить его в совершенно чуждые для него обстоятельства. Таков божественный метод. А Моисей, какова, думаете, была его доля? Его имя, означающее вынуть, свидетельствует опыту всей его жизни. Когда дочь фараона увидела плывущего ковчега и в нем младенца, она пожалела ребенка и назвала его Моисеем, потому что вынула его из воды. И так, вынут из воды смерти, он делается царским сыном. После сорокалетнего египетского воспитания Бог его переселяет в пустыню, где в течение других сорока лет, забытый всеми, кроме Бога, он живет спокойной жизнью. Привыкший к теплому, приятному климату пустыни и к тихой семейной обстановке, Бог его опять берет из этих окружений, посылает его вновь в Египет, уже не как сына фараона, а как представителя ненавидимого фараоном народа израильского. Позже, полный занятием администрации и руководства своего народа, Бог его опять отделяет и берет его на гору, чтобы там еще ближе иметь с ним общение. Заметьте, этот божественный процесс освящения из груди матери в смертельные воды Ниля, потом из воды Ниля в дворцы Египта, опять в пустыню, еще раз в Египет, вновь в пустыню и, наконец, лицом к лицу самим Богом. Этим процессом Бог отлучает чадо свое от естественного, земного, плотского, чтобы привести его к более интимному общению собою. Возлюбленные, если мы хотим, чтобы Господь употребил нас в служении любви и благословения массам, то нам нужно больше, чем силу. Нам нужна воля и дух, сокрушенный самим Богом. Позволишь ли ты ему это сделать, мой дорогой друг? Господь хочет отлучить нас от всего, привязывающего нас к миру и к плоти. Быть может, Господь тебя поставил в противные для тебя обстоятельства. Ты просил, чтобы Он тебя благословил, сделал тебя более подобным Ему, дал больше тебе терпения и любви ближнему, и вдруг вместо ожидаемого благословения ты очутился в пустынном месте. Мужайся, мой друг, ободрись, Бог отвечает на твою молитву. Он знает, что Он делает, только благодари и славь Его. Теперь отметим второе повеление нашего Господа ученикам. Вы дайте им есть. Наступает вечер. Прошло, быть может, несколько часов, в течение которых Иисус учил и проповедовал. И стало поздно. Настал вечер, потому и сказано, приступили к Нему ученики Его и сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти. Вы дайте им есть. Положение на новом месте осложняется. Господь требует, чтобы дали народу есть. Ученики реагируют совершенно нормально. Они возражают и предлагают естественный выход из положения. Пусть идут и сами купят себе хлеба. Отпусти народ. Однако Господь говорит, не нужно. Вы дайте им есть. В этом повелении открывается дальнейшая причина, почему Иисус отозвал учеников в пустынное место. Он их ставит в такие обстоятельства, требует тот, что человеку невозможно при этих новых окружениях, чтобы испытать их веру. Да, это призыв верить Богу, когда все естественные средства, запасы и ресурсы полностью исчерпаны. Вы, дайте им есть, является зовом Господнем, тебе, чтобы ты доверился всецелы Ему, когда все другие средства истощены и исчерпаны. Заметьте, Христос не упрекает учеников за то, что они не запаслись продовольствием. Нет. Он отлично знает эти обстоятельства, но Он желает их веру. Он знает, что вера их умножится только при ее упражнении, и потому Он подвергает ее действию. Друг мой, если ты хочешь иметь сильную веру, большую веру, тогда ты должен упражнять ту малую веру, которую имеешь на том самом месте, куда поставил тебя Господь. Там именно ты должен верить, верить, что Господь совершит обещанное. Это приводит нас к третьему повелению Иисуса Христа ученикам, начинающим с вопросом, сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Мои дорогие слушатели, перед тем, как Господь может что-либо с нами сделать, мы должны повиноваться этому повелению. Пойти и посмотреть. Пойдите, посмотрите. Чего? Насколько мы сами ограничены исполнить то, чего требует от нас Господь. Я боюсь, что некоторые из нас никогда этого еще не сделали. Мы еще никогда в действительности, честно, откровенно, смотря фактом в лицо, не сознали, что у нас, кроме пяти сухарей и двух серединок, ничего нет. Мы хотели бы уверить самих себя, что мы богаты, разбогатели и ни в чем не нуждаемся, не зная, что мы несчастны, жалки и нищи. Господь ничего не смог сделать, покуда они не признали свою нищету. Вот к этому именно самообнаруживанию Господь и ведет нас, чтобы мы осознали самих себя, каковыми мы есть по существу. Припомним опять Моисея. Что вы думаете, он делал в пустыне сорок лет? Он обнаруживал, что имел только пять хлебов и две рыбки. Больше ничего. Иаков должен был пойти в концлагерь своего жадного, злого тестя, где он пробыл двадцать лет перед тем, как он был готов признаться, кем он в сущности был. Этот процесс весьма унизительный, но это как раз то, что Господь желает от каждого из нас. Иаков должен был признаться ангелу, боровшемуся с ним, что имя его узурпатор, обманщик и подлец, перед тем, как ангел его благословил и изменил имя его, и также и самого Иакова на Израиль. Помимо того, ангел должен был коснуться состава бедра Иакова и повредить его перед тем, как тот покорился. С того момента Иаков хромал, но зато благословение Божие почивало над ним, и он уже не надеялся на самого себя, но он упирался на Бога. Готов ли ты, мой друг, признаться перед Господом в твоем нищете? Помнить, что каждое благословение Божие должно иметь основание, и это основание является твоим исповеданием. Скажи ему, что все, что ты имеешь, пять хлебов и две рыбы, ты готов передать ему, так как ими без благословения ты никогда не сможешь насытить такое множество голодных людей. Это приводит нас к четвертому повелительному Слову Христа, ученикам. Принесите их мне сюда. Но Господь, говорят они, что это для такого множества? О, мой друг, не спрашивай, только слушайся. Принеси все ему, даже если все, что имеешь, это пять хлебов и две рыбы. Тут говорит сам Господь, и Он требует не менее всего, что имеешь. Теперь не время осматривать твои жалкие и сохшие хлеба и преуменьшать то, что Бог просит. Но ты возражаешь. Ты говоришь это так мало и незначительно. Это правда. Потому-то и следует отдать их целиком Господу. Можно установить правило, дорогие друзья, говоря по-человечески, что Богу легче совершить великое с маленьким и незначительным, чем с тем, что мы считаем великим и сильным. Бог любит маленькое и незначительное, но все целое отданное Ему. Многое еще хотелось бы добавить, дорогие друзья, но я вижу, что время нам не позволит. Поэтому обратим теперь наше внимание на пятое слово, сказанное Иисусом ученикам своим при чуде насыщения пяти тысячи. Велите им возлечь. Теперь все зависит от Господа. Пять хлебов и две рыбы Он теперь имеет, и мы должны остальное предоставить Ему. Чудо умножения пяти хлебов и двух рыб только Он может теперь совершить. Нам Он говорит, как некогда Моисею, стоявшему перед морем, преследуемый египетскими войсками, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господня, которое Он соделает вам ныне. Или, как Бог велел Иосифату, при таких же безнадежных обстоятельствах, говоря, не вам сражаться на сей раз. Выстаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Господь приводит нас к концу всех наших ресурсов для того, чтобы проявить Свою славу и Свою силу. Когда мы готовы представить Ему все, тогда только Он сможет совершить свое чудо с нами. Теперь в заключение заметим ступени, ведущие к этому чудному умножению. Первое, что Он делает, Он берет. Сказано, взяв пять хлебов и две рыбы. Да, Он берет то, что мы даем Ему. Обыкновенно, первое, что мы, бедные, грешные, можем Ему дать, это наши грехи, наше маловерие, неудачи и поражение. Но слава Ему вовек, Он берет все. Придай Ему все, твои неудачи, поражения, недостатки, все, и Он возьмет благодарение Ему. Следующее, сказано, что Иисус возрел на небо. Его взор направлен вверх. Возлюбленные, когда у нас нет чем хвалиться здесь, на земле, тогда сделаем, как Христос сделал. Он возрел на небо, ибо чудо должен совершить сам Бог. Затем Христос благословил пять хлебов и две рыбы. Все, что мы даем, всецело Богу, Он берет и благословляет. Но возлюбленные следует отметить, что это благословение само по себе не является концом благ Божих. Быть благословением другим, вот что желает Господь от каждого из нас. И это возможно только в преломлении. Это и есть четвертая ступень. Взяв, возрев на небо, благословив, Христос преломил. Это и есть конечная итога благословения Божьих. Будем всегда помнить, возлюбленные, что в божественной структуре благословение и есть в преломлении. Это именно Христос и хотел показать ученикам, отозвав их в пустыню после их плодовитого служения, что подлинное благословение мерится невидимыми результатами, а в преломлении. Какой чудный пример наш дорогой Спаситель. Не знавший греха, все же он был о так ломим. Вся жизнь его была сокрушена, дух был сокрушен, и, наконец, само тело его было разбито на кресте. Дивен наш Господь Иисус Христос, дивна его беспорочная жизнь. Однако, возлюбленные, мы не спасаемся его безгрешной жизнью, мы спасаемся его смертью, его ломимостью. Пришедшие к Филиппу и Эллины спросили его, «Господин, нам хочется видеть Иисуса!» И что же ответил Иисус? «Пришел час прославиться Сыну Человеческому!» «Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Иными словами, Христос говорит, «Я иначе не могу спасти Эллинов, только путем моей смерти. Я должен быть ломим, как я некогда преломил хлеб, ибо только моим преломлением возможно их спасение». Субтитры создавал DimaTorzok